Первый школьный звонок в своей жизни. В этом году на Кубани услышат 70 тысяч малышей. До дня знаний осталось чуть меньше двух недель. Времени не так много, чтобы закончить подготовку всех учебных заведений. А далеко не везде решен вопрос охраны школ и детских садов, напоминает на совещание Вениамин Кондратьев. Под присмотром профессиональных чопов лишь половина учреждений. В остальных по-прежнему штатные вахтеры, которые даже не знают принципы работы, системы видеонаблюдения. Исправить ситуацию глава края требует до конца года. По многим школам как были сторожи, а так и остаются. Как были там техничка, которая параллельно охраняет еще вход в школу, у дверей там стоит на приставном столике. И то она сидит, то не сидит. Так и остается. То есть вот этот вопрос, коллеги, он очень жестко был поставлен, в том числе и начальникам ФСБ края, и прокурорам края. Просто так не спустится. И просто так с контроля не снимется. Квалификация должна быть. Мы сумасшедшие деньги потратили на видеонаблюдение, но угрозу нужно вовремя выявить. И если ты смотришь на монитор, ты должна понять, или ты должен понять, что угроза приближается. И не просто понять, не просто ее выявить, но и нейтрализовать. Вот в чем вопрос. Тревожная кнопка должна заработать, и пожарная кнопка должна заработать, и камеры видеонаблюдения должны заработать. Не потому, что они должны быть, они должны заработать. Вот основной принцип. У нас 400 школ будут охраняться казаками. И, конечно, эту работу сегодня единственное, что сдерживает во многом, это то, что во многих школах заключены договоры до 1 декабря текущего года. Поэтому с 1 января мы будем пересматривать и заводить. То есть с частными чопами? Да, с частными чопами. Еще один вопрос, который затронули на заседании, до конца года уже не решить. Проблема назревала не одно десятилетие. В школах сегодня просто катастрофически не хватает мест. Только в этом году на Кубани за парты сядут на 20 тысяч учеников больше. Все они переехали из других регионов. С 1 сентября в некоторых школах уроки будут идти во вторую и даже в третью смену. И это не всегда соответствует нормам и правилам, заявил прокурор края. Во многом сегодня спасают ситуацию пристройки к школам. Но это не выход, считает Вениамин Кондратьев. Необходимо возводить полноценные здания по типовым проектам. Строить школы нужно и будем. Все, другого пути нет. На принципе софинансирование, дай бог, будут федеральные деньги, федеральные программы. Хорошо, краевые, муниципальные, коллеги, тоже к этому готовьтесь. Отсутствие школы – это отсутствие завтрашней жизни в целом в регионе. Вот о чем я хочу сказать. Будут школы – будет жизнь. Мы должны и учителям создавать условия для того, чтобы учителя тоже лучшие пришли в наши школы. Значит, и жилье нужно им делать. Строить так же. Параллельно строится новая школа. Думайте уже о том, где будут жить учителя, которые в эту школу придут. Все в комплексе. Ну, не думать об этом нельзя. А не делать – это уже сегодня преступление. Принимать в сентябре школу будут не только учеников. Почти через месяц кубанцы будут выбирать депутатов в Государственную Думу. И в этот день избирательными участками станут большинство учебных заведений. Основная задача – сохранить социальную стабильность и обеспечить безопасность тех, кто придет на выборы. Привлечь к охране правопорядка в этот период нужно казаков, поручает глава региона. Здесь тоже казаки должны быть на передовой, потому что это выборы, это народные выборы на самом деле. Поэтому здесь мы не должны ни в коем случае допустить никаких провокаций. Ни в коем случае. А казаки способны максимально одержать ухо востро. Они знают свой народ, они увидят пришлых, которые пришли туда для каких-то других целей. Вот здесь они пусть отделят настоящих жителей, которые живут в том или ином поселке, хуторе. Вот те, которые казачки засланные, как говорится. Вот казачки засланные должны четко понимать, что никакие провокации у них не пройдут. По итогам заседания антитеррористической комиссии составляют документ, в котором прописывают принятые решения. Однако в нем не всегда понятно, кто конкретно за что должен отвечать. От такого протокольного подхода выполнения поручений Вениамин Кондратьев требует уйти. Не надо готовить все и ни о чем. Такое ощущение, что с себя сняли этот хомут, но не знаете, на кого его перевесить. Ну хватит такие решения делать. Конкретно. Или, знаете, говорит ясно тот, кто ясно думает. Сами погружайтесь в проблему, вникайте и тогда четко расставьте задачи, которые необходимы. Конкретно, что и кто за это отвечает и что он должен сделать. С таким же подходом губернатор поручает подготовить заседание по ликвидации финансовых пирамид в крае. За последние три года жертвами мошенников стали больше 10 тысяч кубанцев. Решение вопроса требует времени. Детально обсудить его планируют уже на следующем совещании. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань, 24, Краснодар.